Жизнь ребёнка начинается задолго до рождения. Он занят своими очень важными делами, но иногда отвлекается и на внешний мир. Конечно, это часть нашей жизни. До того, как мы появляемся на свет, нами благополучно забывается. Говорят, что мы помним только то, что случилось с нами после достижения трёх лет. Остальное – иллюзии. Однако это не мешает учёным утверждать, что человек уже на ранних стадиях своего формирования уже способен воспринимать и порой запоминать многое. Первое. Яркий свет. Примерно на 15-й неделе жизни плод, у которого даже глаза ещё не открываются, уже способен воспринимать свет, особенно солнечный. Конечно, будущий малыш надёжно спрятан от солнечных лучей, но почувствовать перепады освещения всё равно может. Это как если вы сами лежите в комнате закрытыми глазами и понимаете, что только что стало светлее от того, что солнце только что выглянуло из-за туч. К 22-й неделе глаза открываются. Зрение ещё не сформировано полностью, но свет плод начинает воспринимать более отчётливо, если вы на этом сроке. Находясь в тёмной комнате, посветите на живот фонариком, то не факт, что ваш будущий малыш помашет в ответ ручкой, но заметит наверняка. Второе. Вибрация звуковых волн. Способность воспринимать звуки появляется примерно на 20-й неделе жизни. Пока что будущий малыш не различает звуки, но кое-что начинает слышать, поскольку он начинает воспринимать вибрации. Но на этом этапе развития он на них не реагирует никак, поскольку нервная система ещё не сформирована. Третье. Музыка. Время в утробе течёт довольно быстро. На 20-й неделе плод ещё практически ничего не слышит, а вот спустя 3 недели у него уже практически сформирован слуховой аппарат. На этой стадии он уже способен слышать звуки, различать их и реагировать на них. На некоторые симпатии, на другие наоборот. Поэтому врачи рекомендуют, начиная с этого периода, папам и мамам разговаривать с будущим малышом, чтобы он привыкал к звукам их голосов, а также включать мягкую, спокойную музыку. Четвёртое. Звуки маминого тела. Как только сформировался слух, плод слышит не только приглушённые внешние звуки. Весьма отчётливо малыш слышит то, как работает мамин организм. Стук сердца, дыхание, урчание в желудке и, простите, в кишечнике. Конечно, постоянное биение сердца. Отчасти по этой причине новорождённых рекомендуют класть маме на грудь. Звук биения её сердца знаком малышу и может его быстро успокоить. Пятое. Прикосновение. Находясь в утропе, будущий человечек способен почувствовать прикосновение к маминому животу. Врачи в последнее время всё в большей степени склонны считать, что жизнь человека начинается не с рождения, а с зачатия. Поэтому советуют мамам чаще гладить собственный живот, чтобы передать ему своё тепло и ласку и установить связь с будущим ребёнком ещё до момента его появления на свет. Шестое. Тепло. Температура тела, плода и окружающих его вод практически неизменны на протяжении всей беременности, поскольку будущий малыш довольно уютно устроился внутри тела мамы. Правда, для этого ей приходится избегать перегрева. Именно поэтому беременным советуют не принимать слишком горячие ванны и не перегреваться на солнце, особенно в течение первого триместра, когда плод ещё наиболее уязвим для теплового воздействия. Седьмое. Вкус еды. В последнее время эксперты всё чаще приходят к выводу, что вкус к еде у младенца может быть обусловлен тем, что его мама ела во время беременности. Детей порой сложно заставить есть овощи. Однако, если в вашей диете во время беременности их было много, то, возможно, родившийся ребенок будет есть их более охотно, привыкнув к ним ещё в утробе. Конечно, ещё не родившись, он привыкает не к вкусу, а к химическому составу, но при этом они на вкус не будут казаться чуждыми и незнакомыми, когда он начнёт есть их уже в натуральном виде. Восьмое. Запахи. Так же, как и вкус к определённой еде, у вашего будущего малыша могут сформироваться симпатии и антипатии по отношению к разным запахам. На это, по мнению специалистов, может оказывать влияние, какие запахи нравились или наоборот маме во время беременности. По сути, запаха будущий ребенок, находясь в околоплодных водах, не чувствует, но он может воспринимать химический состав вдыхаемого мамой воздуха и её эмоцию. И есть вероятность, что уже родившись при обонянии определенного запаха, малыш вспомнит мамины эмоции, которые были прописаны при формировании его тела в утробе. Система же обоняния начинает развиваться у плода, начиная с седьмой недели его развития. И чем дальше, тем сильнее ваш ещё не родившийся малыш будет ощущать запахи, даже реагировать на них, если запах будет особенно сильным. Девятое. Мамин голос. Конечно, в будущем малыш слышит все голоса не случайно, ведь папам советуют разговаривать с ещё не родившимся ребёнком, так он заранее привыкнет к звуку его голоса. Однако мамин голос для малыша всегда будет особенным, поскольку он его слышит совсем иначе, чем все остальные. Он раздаётся не снаружи, а изнутри, что означает большую реверберацию и большее количество звуковых волн, которые будущий малыш воспринимает не только с помощью органов слуха, но и всем своим телом. Десятое. Гормональные всплески. То, что гормоны могут выйти из-под контроля во время беременности, общеизвестно, но избежать этого, увы, никак невозможно. Такова физиология женского организма. Тело перестраивается, готовясь к тому, чтобы выносить новую жизнь. Поэтому такие гормоны, как эстроген, прогестерон, адреналин, эндорфин и другие начинают вырабатываться в непривычных количествах, что порождает эмоциональные перепады и резкие изменения физического состояния. Конечно, ребёнок чувствует не сами гормональные всплески в мамином теле, а последствия как раз те самые изменения и перепады. Впрочем, переживать об этом не стоит. Раз уж так предусмотрено природой, то и особого вреда от этого нет.